Я хотел спросить про газопроводы в Китай, в заключение. Вот этот алтайский газопровод, западный так называемый маршрут, прямо из Западной Сибири в Западный Китай. Вот наши постоянно пускают утки такие, что вот-вот мы что-то подпишем. А что там происходит? Пока ничего не происходит. Это вопрос непростой. На протяжении последних 15 лет китайцы сопротивлялись. Они сказали, мы не согласны, потому что даже ваша сила Сибири, это у нас запасной вариант. Если мы не сможем сжиженный природный газ получать морем, из-за того, что там военная обстановка в мире будет этому мешать, мы будем у России брать через Силу Сибири, естественно, вот этот газ. А нашим интересно что? Потому что исходная точка для этого Алтая, он теперь называется Сила Сибири 2, там западные коридоры и так далее. Она находится там же, откуда начинаются потоки газа в Европу. И мысль была такая, и даже Путин в двух выступлениях сказал, мы будем иметь возможность переключать потоки с запада на восток и обратно, там где цена будет, это вот его слова будет, там где цена будет более выгодной. А Сила Сибири 1 такой возможности не дает, потому что у нее база это два отдаленных месторождения в Восточной Сибири. Да, она не соединена нисколько с Европой. Вот, и они хотели вот сделать такую политическую акцию, но по объемам там, конечно, все это не проходит, потому что сколько России поставляет в Европу и сколько России может поставить по этому Алтаю. Это несравнимые величины совершенно, то есть это все бред абсолютно. И вот про Силу Сибири 1, то есть они, я так понимаю, что первую очередь построили, но там же о маленьких объемах. 1 декабря будут пускать вход, они уже договорились в этом году. Но первые годы пойдет там 5-10 миллиардов кубов, да, то есть мало. Значит, сначала первая мощность, это где-то 1 миллиард и 34, 1,34 миллиарда. Это вот начальное. Они хотят за три года повысить до 8 миллиардов, но у них не готовы мощности по подготовке этого газа. То есть потому, вот чтобы из газа вынуть ненужный и особо ценный компонент. Ненужный, например, 7 процентов в этом газе азота, который никому не нужен. Дальше, там есть гелий, который стратегическое, в общем-то, сырье. Там есть этан, бутан, пропан, то есть вот все эти углеводороды, это сырье. Восточно-сибирский газ, он очень богатый вот этими всеми компонентами, которые надо очистить, и их можно использовать. Их используют для газа химии. Ну, то есть просто так подавать его в трубу они не могут. А в Китай пойдет этот так называемый жирный газ. То есть китайцы тут получают им прибыль из-за того, что они еще и сырье для своей нефтехимии будут получать. И будут доставать эти все компоненты. Потому что вот этот завод, его не существует, там даже нет контрактов на то, чтобы этот завод где-то начинать строить. Там китайцы отказались, еще кто-то отказался. И вот этот амурский газоперерабатывающий завод, это пока вот только площадка. Больше ничего там нет. И китайцы отказались его финансировать. А дальше еще интереснее получается. Если мы посмотрим газпромовские документы, вот когда вот силы Сибири сможет выйти на запланированную мощность 38 миллиардов кубометров газа поставка в Китай. Когда мы это увидим. Когда подписывали вот этот вот так называемый контракт. Создавалось впечатление, что вот прям сразу построят, и тут же 38 пойдет. А я смотрю, для того, чтобы туда пошло. Во-первых, нужно полностью задействовать вот это Чаяндинское месторождение в Якутии. Оно больше 25 никак не может дать, вот физически неспособно. Значит, уже не даст она 38. Значит, нужно в Иркутской области Кавыгтинское месторождение тоже разработать. Строить от него нитку. 800 километров соединить его с этой Чаяндой. И тогда два вместе по газпромовским документам в 2028 году. Они теоретически могут выйти на этот показатель. В 2028 году. То есть через 10 лет. А сейчас вот цифра, на которую они хотят выйти, это 8 миллиардов кубов в год. Это 8 где-то к 21-22 году. И это все вот это вот глобальное сотрудничество России с Китаем, да? Вот такой альянс, который всех победит, 8 миллиардов кубов в год всего-то на все. Ну и потом сколько сил было потрачено на то, чтобы убедить китайцев. Вот согласиться с тем, чтобы к ним пошел российский газ. Невыгодный для России. Потому что это чистые потери. И строительство, и разработки. То есть прибыли мы не получаем. Абсолютно никакой прибыли. Они же получили освобождение вообще от всех налогов вообще, да? Да. Силы Сибири. Ну, очень веселый был момент. Вот полтора года назад, когда приехал в Москву заместитель, вице-премьер Китая, и на него стали снова наседать, говорят, давай Алтай, давай Алтай. Он говорит, хорошо, мы согласимся с Алтаем, это будет интегрированное решение. Что такое интегрированное решение? Он говорит, да, три условия. Первое. Вы разрешите нашим китайским компаниям разведывать и добывать газовые запасы в России. Это первое. То есть работа... Допустите их на землю. Куда Газпром никак никого не пускает, кроме немцев, которые ему помогают там в очень сложном проекте. Второе. Вы разрешите китайским компаниям строить или участвовать в строительстве магистральных газопроводов. И третье. Вы разрешите китайским компаниям экспортировать свободно их долю в добыче газа в России. На что были все три пункта, им сказали, конечно, нет. Ну, то есть, резюмируя всю эту историю, мы создали себе такую красивую индустрию прокладывать трубопроводы куда только можно, на ней зарабатывает ограниченное количество людей, а бюджет никаких дивидендов и налогов от этого не получает. Практически. Или получает очень мало. Вот тот же Ямал-СПГ, например. Это очень хороший проект. Красивый проект. Но... Дохода бюджета ноль. Если бы он в бюджет платил столько, сколько положено по всему, то 77% от его прибыли шли бы в государственный бюджет. Вот в ситуации, в которой сейчас, меньше 44%. То есть подарили этот газ международному консорциям. Надо вообще «Газпром» объединить с «Роскосмосом», чтобы они вместе с Рогозиным построили на Луну газопровод. Представляете, сколько они смогут все заработать, да? Ну, у них еще был когда-то план в свое время Сеченской объединить «Роснефть» с «Газпромом». Это было... Куда-то туда мы все... А сейчас «Роснефть» все больше и больше на «Газпром» становится похожа. Большое спасибо Михаилу. Мы сейчас продолжим обсуждать эту тему. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.